Региональный блог продолжает вещание на телеканале «Россия». В эфире «Утренний собеседник» в студии Анастасия Матросова. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях режиссер, художественный руководитель Международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон» Филипп Абрютин и продюсер Международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон» Оксана Лохно. Филипп, Оксана, здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам в студию. Очень рады вас видеть. Взаимно. На Чукотке стартовала пятая кинолаборатория. Расскажите, пожалуйста, что подготовили организаторы в этом году и чем, может быть, удивит юбилейная кинолаборатория? Ну, во-первых, спасибо, что пригласили и спрашиваете про кинолабораторию, потому что она для нас является такой же важной составляющей, как и конкурсная программа самого кинофестиваля «Золотой ворон». Дело в том, что эта лаборатория, которую мы проводим в эти дни в городе Анадырь, она уникальна. Мы ее проводим впервые с очень серьезными партнерами. Это Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Лабораторию мы проводим при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Чукотки при поддержке личной губернатора Чукотки. И чем уникальна лаборатория? Если раньше мы собирали желающих пройти курсы по кино, курсы по режиссуре, по съемке, по операторскому мастерству, и мы звали всех желающих из города Анадырь, то сейчас мы позвали всех со всех районов Чукотки. То есть каждый, кто хотел бы принять участие в лаборатории и при этом находится, проживает в другом районе, да, не в Анадыре, они имели возможность подать нам заявку, и если они бы прошли, то мы бы оплатили им питание, проживание и перелет сюда на трехнедельный курс повышения квалификации. То есть это не просто кинолаборатория, такое вот образовательное мероприятие. Это курс, по итогам которого слушатели не только снимут кино, но и пройдут, сдадут экзамен и получат удостоверение о повышении квалификации, что позволит им уже профессионально, серьезно работать в сфере кино, контент-мейкинга, медиа-арта и всего вот с этим связанного. Я так понимаю, что был какой-то отборочный тур, то есть не было подано больше заявок, но участников сейчас меньше. Да. Да, у нас было подано 68 заявок всего, что нас очень приятно удивило. Со всего Чукотского автономного округа были заявки из Санкт-Петербурга, Казани, вот, и к нам, значит, мы отобрали 35 заявок. И в рамках лаборатории сейчас присутствуют ребята, которые не из Анадыря, а есть парень из Усть-Белой, есть парень из Белибина и из Угольных Копей. Вот, мы надеемся, что в следующий раз, когда будем проводить в планах, да, будет больше ребят еще именно из районов. Да, что очень важно добавить, это то, что для нас был неожидан настолько большой интерес со всех районов Чукотки. То есть мы надеялись собрать хотя бы там 15-20 заявок, но когда мы в первый же день получили 40, мы были обескуражены и при этом очень рады. И когда пришел момент, что Санкт-Петербургский институт кино и телевидения во время обсуждения сказал, что, ну, у нас вообще-то, ну, курс рассчитан на 20-25 человек максимум, мы сказали, ну, давайте хотя бы 35, пожалуйста, очень много желающих. И мы не хотим никого обижать, потому что это ведь такой вопрос, знаете, творческий такой порыв, его надо только поддерживать, и нельзя никого в нем ограничивать. Поэтому мы взяли 35 человек, выбрали в основном по принципу, кто имеет наибольший опыт съемок, монтажа. Вот я хотела спросить, как отборочный... Да-да-да, мы смотрели, у кого больше всего опыт в кино или там в теле, в видеопроизводстве, понимая, что те, кто оказался сейчас как бы за чертой отобранных, они попадут в нашу следующую лабораторию обязательно, мы их знаем всех поименно, ваши адреса, телефоны, мы знаем, и как только мы решим, когда будем проводить следующую лабораторию, мы вас в первую очередь оповестим. Уже неделю, получается, плодотворная работа идет в Анадыре, можно про процесс немножечко узнать, что вообще делают участники? Значит, у нас очень интенсивная работа в лаборатории, вот в продолжение хотела добавить еще Филиппа, то, что примечательно, что в основном все, кто прошел отбор, все 35 человек, это взрослая аудитория, уже с образованием профессиональным либо специальным, и для них это, ну, то есть это было условие, на самом деле, от института, ну, государственного, да, университета, если бы ГУКИД, вот, для того, чтобы разделить аудиторию, условно, подход к школьникам, да, один, к взрослой аудитории уже, у кого есть высшее образование, другой, вот, и мы выбрали то, что у нас, конечно, эта лаборатория будет с упором на взрослую аудиторию, и занятия у нас идут исходя из того, что все в основном работают, по будням, это по вечерам, и об выходные дни полностью с 11 до 7 часов вечера, то есть такая интенсивная ежедневная работа с 5 марта по 24 марта, и подразумевающая еще и самостательную работу, то есть у ребят, на самом деле, такое интенсивное погружение в основы кинопроизводства. Что мы делаем? Мы делаем следующее. Из Санкт-Петербурга к нам приезжают профессиональные, очень опытные, замечательные педагоги, которые нашим слушателям ведут каждый свой курс. Курс драматургии, курс теории монтажа, режиссура, работа на площадке, работа со звуком, работа с операторским оборудованием, и по мере прохождения этого теоретического трека, курса, ребята выходят, ну как ребята. Слушатели. Они все, многие старше меня. В кино нет возраста. Наши слушатели, они проходят еще и практический трек, то есть, когда мы разбираем вопросы драматургии, они пишут сценарий, начинаем обсуждать работу на площадке, они выходят в съемки, идем по режиссуре монтажа, они монтируют картину, так, чтобы в течение этого трехнедельного трека от идеи и до премьеры своих работ в кинотеатре полярном, они бы постигли все и теоретические знания, то есть, у нас такой синтез, и это, мне кажется, самый эффективный способ. То есть, узнали, закрепили знания, узнали, закрепили знать. Да, 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 это очень эффективно, и по тому, как слышатели каждый день приходят на занятия, по тому, как они смотрят на педагогов, по тому огню, да, в их глазах, которые мы наблюдаем, мы понимаем, что эта система правильная, никто не выдыхается, тяжело, но все идут четко к своей цели, снять кино, рассказать свою историю, поделиться своими эмоциями и мыслями со зрителями, это очень важно. Как проходит процесс? То есть, сейчас идет работа в группах, или каждый занимается какой-то своей работой? Сколько вообще проектов уже на сегодняшний день существует? Из 35 слушателей было создано порядка 13 команд, 13 команд объединяются вокруг режиссера и сценария, то есть мы имеем 13 сценариев, было порядка 15, но два там отселось, хотя мы надеемся, что они вернутся еще, потому что ребята, видимо, ну, еще в размышлениях немножко рефлексируют, мы им всегда помогаем и поддерживаем. Вот, создано 13 команд, и они сейчас дорабатывают сценарий, финализируют, параллельно ищут актеров, ищут локации, если в ближайшие там полторы недели вы увидите где-то объявление, что мы ищем актера, актрису, срочно, срочно вчера вы нам нужны, или вы увидите большое количество людей, 15-20, которые будут бегать по городу с камерами, знаете, это наши люди, они занимаются в этот момент творчеством, им можно только помогать. Например, когда они будут кричать, уйдите из кадра. Можно и нужно. Вы остаетесь и смотрите. Вот, поэтому сейчас сформированы команды вокруг сценариев, они готовятся к первым съемочным дням. Это очень волнительный момент. Одно дело писать на бумаге, а другое дело выходить в съемки и уже работать с камерой, с актерами, со звуком и светом. Я так понимаю, что все проекты будут связаны именно с нашей землей, с нашей культурой, традициями, климатом, местностью, то есть все вокруг Чукотки. Да, мы умышленно никак не ограничивали тематически слушателей, участников лаборатории. Мы говорили им, пишите и снимайте работы о том, о чем вы хотите, что кажется вам важным. И замечательно, что сейчас весна, прекрасная погода, очень много сценариев о любви, о взаимопонимании, о родителях, о соседях. Да, очень добрые, позитивные работы, хотя есть, конечно, и социальные драмы, и психологические триллеры, есть и жанровые картины, которые связаны, где авторы пытаются повторить творческий путь Квентина Тарантино. Мы во всем поддерживаем. Да, и все это происходит сегодня на Чукотке. Мы видим молодых героев Чукотки, а в документальных картинах мы просто наблюдаем за репетиционным процессом и за творчеством фольклорным, танцевальным, хореографическим Эргерона. И изучаем науканские напевы по одноименной книге. Поэтому у нас все связано так или иначе с Чукоткой, неважно, игровое или неигровое кино. Итогом, то есть финалом всего, должны стать готовые кинокартины. Да. А когда это произойдет, смогут ли наши жители их увидеть? И вот прям, может быть, ваше немножечко мнение, то есть все 13 проектов дойдут до финала? Значит, у нас завершающим этапом обучения в кинолаборатории является сдача экзамена для слушателей. Экзамен заключается в защите дисциплин, которые попадаются в рамках кинолаборатории. Как Филипп сказал, драматургия, режиссура, звукорежиссура, монтаж. Мы еще говорили про кинопроизводство с Филиппом, да, у нас было внеплановое занятие, делились опытом со слушателями. И помимо этого они обязаны снять вот эти свои фильмы. Они распределяются по командам не просто так, да, перед ними стоит задача обязательно включиться в какую из команд. То есть просто так прийти послушать и ничем это не закончится, но, наверное, не совсем правильно. Вот, и мы их призываем к тому, чтобы они принимали активное участие в съемках в максимальном количестве, потому что есть команды, которые запускаются в эти выходные, есть команды, которые запускаются в съемки в следующие выходные. И мы призываем тех ребят, которые, допустим, не являются режиссерами или сценаристами, или двигателями своего процесса, ну, съемочного, подключаться к нескольким командам, да, чтобы перенимать этот опыт. И вот эти фильмы, они будут сначала защищать перед педагогами 24 марта. У нас будет Zoom-конференция, закрытая со слушателями-педагогами. А уже или 26 марта, или 27 марта, пока мы точно не определили дату, у нас будут показы открытые, публичные, на базе кинотеатра «Полярный», наш любимый кинотеатр «Ванадри». Вот, мы сообщим дополнительно о времени показа, об участниках, и будем рады всех видеть. А можно будет проголосовать, или, не знаю, будет какой-то приз за лучшую кинокартину, приз зрительских симпатий, или еще что-нибудь? Есть в планах такое? Да, конечно. У нас есть это в планах. Дело в том, что эта лаборатория все равно так или иначе связана с кинофестивалем «Золотой ворон», где у нас есть отдельный трек конкурсный, который называется «Киновзлет», и мы ожидаем, что работы, снятые в рамках лаборатории, примут в ней участие. И зрители, и члены жюри, и оргкомитет кинофестиваля, они, конечно, будут голосовать за лучшую работу. Поэтому, естественно, никуда от голосования мы не денемся. У нас фестиваль зрительский, и лаборатория тоже зрительская является. Поэтому помимо лаборатории, помимо показа в «Полярном» и участия в конкурсе «Киновзлет Золотого ворона», мы рассчитываем, что некоторые работы пойдут и за предел, полетят за пределы Чукотки. Мы всячески будем продвигать работы на других фестивалях в других регионах. Мы считаем, что это очень важно. И заключение, да, я так чувствую, что... Да, уже подходит к завершению наш эфир, к сожалению. Да, но я очень хотел сказать, что для нас лаборатория, она не заканчивается показом в «Полярном» работе. Она не заканчивается экзаменом. Мы вообще, работая уже над кинофестивалем в шестой год, поняли, что работать надо вдолгую и смотреть надо далеко. Так вот, в долгосрочной перспективе, на которую мы ориентируемся, мы хотим, чтобы на Чукотке развивалась своя собственная кинематография. Я сейчас бы хотел обратиться ко всем жителям Чукотки, кто чувствует в себе какой-то творческий потенциал, да, желание снимать кино, рассказывать истории или писать сценарии, неважно. Мы продолжим работу с кинолабораториями на Чукотке, каждый год мы будем проводить, а в ближайшее время мы объявим конкурс и сбор заявок на съем, на короткометражные фильмы, которые бы мы впоследствии при поддержке округа, при поддержке Романа Валентиновича и наших компаний «Золотого ворона» спродюсировали бы и сделали бы полноценное, полнометражное, большое кино с привлечением всех желающих, кто хочет оказаться в индустрии кино. Отлично. Оксана, Филипп, спасибо еще раз, что пришли к нам в студию. На этом наш эфир подошел к концу. Хороших вам выходных и всего самого доброго. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин